МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И туристический бум. Европейские пляжи переполнены, отели забиты под завязку. Несмотря на то, что Олимпиаде в Рио прогнозировали полный провал, она все же состоялась. Бразилия старалась как могла. Нынешние игры стали рекордными по числу стран-участниц. 206. 17 дней Олимпиады, 306 комплектов наград в почти 30 видах спорта. Правда, многое в этой спортивной сказке оставляло желать лучшего. Это и скандалы с допингом, и зеленая вода в бассейне, и пустующие трибуны, и другие недоразумения. Тем не менее, выступая на церемонии закрытия Олимпиады, глава МОК Томас Бах организации спортивного праздника был более чем доволен. Спортивно-политические итоги летних игр подводит Ольга Капустина. Олимпиада в Рио завершилась красочным шоу. Многочисленные болельщики из Бразилии и со всего мира праздновали допоздна, несмотря на дождливую погоду и изрядно подмоченную скандалами с допингом репутацию мирового спорта. Я могу только поздравить спортсменов и поблагодарить их за отличное, более чем отличное, выдающееся выступление. Именно они создали дух этих Олимпийских игр. Такое радужное восприятие Олимпиады вызвало критику в немецких СМИ. Жульничай, обманывай и не говори об этом. Вот главное правило Олимпийских игр. Всем тем, кто в последние две недели напрасно пытался поймать олимпийский дух, теперь должно стать ясно – дух Олимпиады жив. У него есть имя – Томас Бах. Он – злой дух. Критика в адрес Баха прозвучала даже в традиционной воскресной проповеди на телеканале АРД. Для Международного Олимпийского комитета и его главы Томаса Баха допинг стал, очевидно, простительным грехом. До участия в играх не допустили Юлию Степанову, которая рассказала, как функционирует государственный допинг. Причем дисквалифицировали ее за несоответствие этическим требованиям. То есть, главное нарушение олимпийской идеи состоит в проявлении гражданского мужества? Посыл таков – рот на замок, иначе ты вылетишь. Циничным назвали немецкие журналисты следующий комментарий Баха. Мы не несем ответственности за опасности, которые могут угрожать миссис Степановой. Несмотря на отстранение от Олимпиады российских легкоатлетов, сборная России выступила на этих играх вполне достойно. Она заняла четвертое место в общем медальном зачете, завоевав, впрочем, значительно меньше медалей, чем на Олимпиаде в Лондоне. Для многих российских спортсменов неучастие в играх стало личной трагедией. Например, для прыгуни с шестом Еленой Есенбаевой. Впрочем, утешением для двукратной олимпийской чемпионки может стать то, что ее избрали представителем МОК. Ровно два месяца назад британцы после более 40 лет членства в ЕС решили, что Европейский Союз им не нужен. Брюссель был шокирован, но потом решил – насильно мил не будешь, Brexit так Brexit. Страны ЕС уже начали консультации по выходу британцев из Союза. Так в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась с вояжем по Европе, одной из тем которого будет Brexit. Эксперты меж тем не устают повторять, что Лондон должен понимать, выселяясь из общего европейского дома, ему придется отказаться от определенных благ. Например, от выхода на внутренний европейский рынок. Только тот, кто знает, как работает европейский внутренний рынок, может понять, в каком положении оказалась Великобритания после Брексита. Европейский внутренний рынок – это больше, чем Европейский Союз. Он состоит из 28 стран ЕС плюс Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия. Ядро внутреннего рынка – это беспошлиное передвижение товаров и свободное передвижение граждан. Так что, если Великобритания захочет ограничить иммиграцию, как того требовали сторонники Брексита, ей надо будет покинуть рынок ЕС. Теперь Соединенному Королевству придется платить налоги, если оно захочет продавать свои товары на европейском рынке. Таким образом, основной источник дохода британской экономики может серьезно сократиться. Именно поэтому Лондон и не спешит с Брекситом. Наглядный пример. В британской прессе появились слухи о том, что британским чиновникам, ответственным за процедуру выхода, пока еще даже не выделили офисы, и они вынуждены проводить заседание в кофейне Starbucks. Да и вообще, министерство по выходу из ЕС испытывает острую нехватку персонала. В то же время в ЕС призывают Великобританию поторопиться и напоминают, что права голоса в Брюсселе у нее больше нет. Турцию захлестнула волна терактов. Последний из них в минувшие выходные унес жизни более полусотни человек. Из-за ситуации с безопасностью турпотоки в Турцию сократились в разы. То же самое с Египтом. Два главных туристических направления утратили свою популярность. Зато на европейских курортах в этом году рекордная посещаемость. Пляжи Испании переполнены. В отелях зачастую нет свободных мест. Вот так сейчас выглядит Майорка, излюбленный курорт немецких туристов. В бассейнах можно свободно поплавать лишь тогда, когда большинство отдыхающих на обеде. В этом отеле лишь недавно был открыт новый корпус, и он уже заполнен. Вот так туристы объясняют, почему в этом году решили отправиться в Испанию. Я только и слышу от моих гостей. Мы бы полетели в Турцию, но когда услышали, что там происходит, решили, поедем-ка мы лучше в Испанию. И это типично для этого лета. Туристы со всего мира, отвернувшись от Турции, Египта и Туниса, из соображений безопасности выбирают европейские страны. Больше всех выиграла от этого Испания. Там рост туристического потока в первом полугодии уже составил 11,7%. В плюсе и Греция, несмотря на кризис с беженцами. И Италия. Выигрыши и Германия, в которой туристический бум длится уже несколько лет. А вот Франция, в которой недавно произошли несколько крупных терактов, оказалась в серьёзном минусе. Число отдыхающих в Европе европейцев, ищущих более безопасное направление, постоянно растёт. Так, туристы из Германии заполонили не только испанские пляжи. Выгодным положением оказались также Португалия и Болгария. Число отдыхающих там немцев выросло на 17 и на 62%. Кроме того, многие из граждан ФРГ из-за опасений от происходящих событий решили в этом году отдохнуть на родине. В первом полугодии число ночёвок в немецких отелях побило абсолютный рекорд и составило почти 200 миллионов. Причём свыше 160 миллионов обеспечили именно местные туристы, которые стали активно дыхать на пляжах Северного моря, Боденского озера и на термальных источниках. Эксперты отмечают, новый тренд будет сохраняться до тех пор, пока не снизится угроза терактов в других странах. Из общеевропейского тренда выбивается лишь Франция, куда по тем же причинам туристы стали ездить значительно реже. Иран раскритиковал Россию за разглашение информации об использовании российскими ВКС иранской базы «Хамадан». Так, глава Минобороны Ирана Хосейн Дехган обвинил Москву, цитирую, в нескромности и браваде за то, что она распространила информацию о своём использовании базы для бомбардировок целей в Сирии. Всё мы продолжим в новостном обзоре. Иран объявил, что Россия прекратила пользоваться военно-воздушной базой в «Хамадане» для нанесения бомбовых ударов по целям в Сирии. У России нет базы в Иране, и её войска здесь не размещены. Они выполнили свою миссию, и она завершена на данный момент, заявил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми. Оппозиционный политик Алексей Навальный обратился в Верховный суд России с заявлением о пересмотре дела Кировлеса в связи со вступившим в силу решением Европейского суда по правам человека. Согласно этому решению, приговор Навальному по делу Кировлеса должен быть отменён. После отмены приговора политик сможет принять участие в выборах президента России в 2018 году. Из-за юридического конфликта с поставщиками деталей немецкий автомобильный концерт «Фольксваген» приостановил производство модели «Гольф» на головном заводе в Вольфсбурге. Конфликт коснулся почти 20 тысяч сотрудников концерна, вынужденных перейти на укороченный рабочий день или взять отпуск. Пока сборка автомобилей приостановлена до конца этой недели. Британский рок-певец Дэвид Боуи прожил в Берлине всего два года. Но именно здесь он записал свою знаменитую серию альбомов, вошедших в историю музыки, как берлинская трилогия. Памятную доску установили на стене дома в районе Шеннеберг, где музыкан жил в конце 70-х годов. На время установления мемориальной доски движение по центральной улице Шеннеберга перекрыли на 4 часа. Дэвид Боуи, которого не стало в январе этого года, всегда говорил, что больше всего он хотел бы, чтобы его помнили за поступки при жизни, а не как памятник. ДВ Новости расскажут о развитии событий уже завтра, в том числе на каналах наших партнеров. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова